Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова по изучению России в Карловом университете в Праге, политолог Александр Морозов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также звоните из-за рубежа код плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Начнем мы, наверное, с событий на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Сулеймани. Что будет происходить, на ваш взгляд, в каком формате может дальше развиваться, какая вероятность развития этого конфликта? Ну, в каком-то широком смысле, в смысле длинной перспективы, конечно, это не останется без продолжения, поскольку, в общем, вся прошлая история, политики на Ближнем Востоке и вообще политики в Азии показывают, что Хизбалая или близкие к ней структуры, они, конечно, будут обдумывать свой ответ и готовить его, и это будет ответ, который последует не завтра, безусловно, и, может быть, не послезавтра. Но я думаю, что европейским спецслужбам и тем, кто занимается безопасностью с момента, когда произошла атака американского беспилотника на иранского генерала, с этого момента все эти спецслужбы, все эти организации должны работать в режиме повышенной готовности, видеть перспективу ответа Хизбаллы, опасаться ее, потому что мы хорошо помним, что был 11 сентября, и это был довольно масштабный ответ тех сил, которые и сейчас находятся на мировой арене, пусть это не Аль-Каида сегодня, но облики этого меняются, то есть это Аль-Каида, это Хизбалла, это в какой-то ситуации так называемый ИГИЛ, ну, но сама по себе эта конкуренция, эта борьба никуда не делась. Но ваш взгляд, насколько оправданными были действия Дональда Трампа, который не уведомил Конгресс о своем решении ликвидировать иранского генерала, и, в общем-то, для многих в США, в том числе в американской элите, это стало таким шоком, можно так сказать. Это вопрос с точки зрения. Надо все время, так сказать, помнить о том, что нет какой-то для всех обязательной или одинаковой точки зрения на такие решения. Очевидно, например, что с точки зрения части республиканского истеблишмента и, возможно, значительной части американских избирателей, это совершенно логичный и правильный шаг Трампа, предпринятый в ответ на расширяющиеся довольно активные действия Ирана в Ираке, и в том числе против американских сотрудников и американских воен. Но точно так же, я думаю, что значительная часть политиков в Израиле считает, что это полезное событие, поскольку оно отдергивает очень сильно иранское военное руководство и так далее. Но мы смотрим не из США и не из Израиля, а мы смотрим из Центральной Европы. Мы сами частью Центральной Европы. Для нас это имеет в первую очередь такое вот значение в двух направлениях. Первое направление, что такого рода обострение на Ближнем Востоке всегда ведет к террористическим актам на территории Европы. И мы помним теракты в Испании, теракты в Лондоне как следствие обострения политики на Ближнем Востоке. Это первое. И здесь, конечно, мы не хотели бы каких-то жертв. И второе, что такая атака, она создает неплохие условия для Кремля, для Владимира Путина, потому что как только такое обострение, то сразу коммуникация с Кремлем по поводу борьбы с терроризмом, она возникает и в Париже, и в Берлине, и тем более, и в остальных европейских столицах. А это означает, что Путин получает возможность новых контактов, при том, что ситуация его до недавнего времени была не очень хороша в этом смысле слова. А сейчас уже даже вот мы уже прочитали сегодня, что Ангела Меркель собирается 11 января в Москву ехать. Разговор с Макроном у Путина, несомненно, был очень обстоятельный два дня назад по этому поводу. Так что вот эта сторона тоже не очень и не очень хорошая. Вот так можно сказать. Но можно ли говорить о том, что Иран ответит регулярными войсками, потому что были заявления ответственных лиц иранского правительства и военного корпуса, которые сказали, что задействуют регулярную армию для штурма американских военных объектов. Вот насколько это реальная история, потому что речь тогда может идти о столкновении двух стран, уже открытом столкновении. Нет, я думаю, такие высказывания нужно все-таки оценивать всегда в контексте. Дело в том, что, условно говоря, мы все время слышим и в Кремле тоже есть какие-то спикеры или около Кремля, которые заявляют, что это крайне агрессивное, при том, что у них даже есть определенные должности. Но реально за этим ничего не следует. Предположить, что Иран сам будет атаковать американские военные объекты, я бы считал, что это гораздо менее реалистичная перспектива, чем гибридная война теми же самыми структурами, которые создавал убитый генерал Сулеймани. Потому что с его смертью эти структуры никуда не делись. Хизбалла и иранские их там нет, рассеянные, действующие на территории как минимум пяти крупных стран Востока, там, где находятся американские базы, американское экономическое присутствие, там, где имеются транспортные узлы доставки нефти и так далее. То есть возможности этой гибридной партизанской войны гораздо больше и гораздо интереснее, чем прямая военная атака. Поэтому я сильно сомневаюсь, что это будет. Но Иран также известен своими кибератаками. Возможно ли кибервойна в таком смысле, в таком формате? Да, возможно, безусловно. Дело в том, что кибервойна идет непрерывно, это очень большая и такая насыщенная история. Но надо заметить, что у кибервойны, в отличие от публичного террора, есть одно но с точки зрения этих партизанских структур. Она не так публично интересна. Дело в том, что установить, кто именно атаковал, в конечном счете, довольно сложно. И всегда авторство размыто. А когда кто-то утверждает, что его атаковали именно эти, а не те, то это не вызывает большого интереса медиа. Поэтому кибервойна, несомненно, будет продолжаться и многосторонняя. Но сказать, что именно в ее сфере будет ответ, я бы считал, что скорее нет. Насколько, на ваш взгляд, в логику американского народа вообще укладывается то, что президент их страны приказывает убить главнокомандующего другого суверенного государства? Насколько это, не знаю, поддерживается американским народом? Как вы считаете? Ведь там ведь тоже мы наблюдаем сейчас протестные движения в том числе. Но есть ли какой-то консенсус в этом смысле насчет Сулеймани? Это непростая история, потому что для значительной, для больших очень аудитории Сулеймани воспринимался и воспринимается не как официальное иранское лицо, а как нечто вроде Пригожина, если брать российский вариант. Если бы внезапно в Африке ракетой сбило самолет Пригожиным, то какой была бы реакция? Ну да, все понимают, что он как-то связан с Кремлем, что он в интересах Кремля организует какие-то военные, полувоенные или экономические формирования в Африке, например. Но при этом он не является, безусловно, ни министром обороны Российской Федерации, ни министром иностранных дел, а является просто каким-то порученцем. И в значительной степени такое восприятие было в отношении действий Сулеймани за пределами Ирана. Все хорошо понимают, что он занимался созданием партизанской системы, которая действует, не признавая того, что она действует от лица Ирана, в интересах Ирана. Поэтому я думаю, что в Америке будет такое достаточно двойственное отношение. Американцы привыкли к тому, что в некоторых режимах, высоко коррумпированных или идеологически заряженных, сливаются некоторые функции. Знаете, примерно как в Латинской Америке, довольно трудно понять, где кончается военный генералитет, и начинается руководство наркотрафиками. И поэтому в некоторых случаях убийство генерала, который одновременно обвиняется или подозревается в организации глобального наркотрафика, она воспринимается как нормально. Вот это что касается стороны США. Но я хочу повторить, что для нас этот контекст не так и важен. То есть мы здесь не можем выносить служение с какой-то чужой позиции. Американцы – это совершенно одно, а мы в Европе – это другое. Европа ведь неоднозначно, и лидеры Европы неоднозначно оценили решение Трампа. Вы уже упомянули о том, что как раз Ангела Меркель собирается в Москву. Макрон связывался с Владимиром Путиным. И, в общем-то, Меркель и Макрон традиционно Франция и Германия выступают в противовес США. Но Европа, на ваш взгляд, как все-таки отреагировала на этот акт, который осуществил Дональд Трамп? Ну, мы видим, что ни один европейский МИД не поддержал в какой-то такой радостной форме произошедшее. Наоборот, все выразили озабоченность. То есть, все понимают, что Сулеймани давно и заслуживает наказание, он, конечно, представлял угрозу не только Соединенным Штатам, но и МИДу в целом, в том числе и Европе. Но при этом, конечно, европейские МИДы и главы государств с таким действием никто публично не согласился. Это вполне понятно, потому что традиция политической, военной и экономической работы Германии, Франции и вообще старых демократий Европы на Востоке, она иная, чем американская модель. Поэтому не случайно, что и вторжение в Ирак осуждалось европейцами и европейскими лидерами в свое время и не поддерживалось как решение. И таких примеров довольно много, потому что французы привыкли работать очень глубоко в странах. Ну, это связано с длинной традицией, я не буду в нее углубляться, с длинной колониальной традицией работы на Востоке. И британцы, и немцы, они все всегда действовали не военными и не агрессивными средствами. Даже с такими тяжелыми режимами, как сегодняшний Иранск. Поэтому очевидно, что все сейчас будут искать, все европейские лидеры будут искать новой какой-то, новой линии переговоров с Ираном. Потому что, да, выход из ядерной сделки, значит, шаг Трампа сильно обостряет эту ситуацию. И если Америка, Соединенные Штаты и Вашингтон могут продолжать просто угрожать Ирану военными средствами, то европейцы этого делать не могут и никогда этого не делали. Значит, для европейцев вопрос стоит в том, как, с помощью каких дипломатических мер, теперь, значит, как бы найти стратегию, во-первых, отказа Ирана от эскалации конфликта, отказа от ядерной программы и так далее. На Ваш взгляд, этот выход есть, учитывая, что после убийства Сулеймани мы видели и реакцию иракского парламента, который потребовал вывода американских войск, и, в общем-то, разорвал практически все соглашения. Насколько, на Ваш взгляд, вообще здесь можно найти какой-то консенсус и может ли это сделать Европа? Мы видели, что Европа уже пригласила в Брюссель министра иностранных дел Ирана, но, тем не менее, похоже, что все-таки Иран должен ответить, у него другого выхода просто нет. Нет, нет, нет. Иран, конечно, в такой ситуации вряд ли будет, на мой взгляд, отвечать военными или какими-то особыми средствами сам. Эту Ирану совершенно невыгодно и в глобальном смысле, и в том числе даже и перед лицом собственного населения. Здесь гораздо выгоднее поддерживать атмосферу, так всегда и было, атмосферу глубокой обиженности, оскорбленности, а от нее больше толка, условно говоря. Ее лучше использовать, чем наносить ответный удар. Это одна сторона. А вторая сторона заключена в том, что мы сейчас не знаем, это фундаментальный момент, никто не понимает, а каковы дальнейшие не просто намерения, а стратегии Трампа. Дело в том, что он себя как-то не очень хорошо проявил до этого. Его попытки разговаривать с Северной Кореей, с Кимом были восприняты как некоторый дипломатический провал. Его программа вывода вооруженных сил с Востока, она была поддержана, но внезапно он делает обратный шаг. Значит, в какой мере он сам готов дальше понести бремя этого конфликта? Или это эксцентричный шаг, за которым ничего не последует? Мы пока не знаем. Это очень важный момент. Может оказаться так, что все это приведет к какой-то достаточно сильной, я бы сказал, неудаче для самого Трампа, потому что он должен поддерживать дальше эту стратегию. А как? Что он будет делать? Мы пока не видим этого. Как мы уже упоминали, Трамп не поставил в известность Конгресс. Плюс разведка Трампа, как сообщалось, предупреждала о том, что убийство Сулеймани может повлечь за собой серьезные последствия, которые смогут перевесить, скажем так, плюсы от его убийства. И тем не менее, он свою разведку в том числе не послушал. Насколько он превысил свои полномочия? Можно ли об этом говорить? Да нет, я думаю, что он никаких полномочий не превысил. Очевидно, что уже... То есть имеются, конечно, такого рода политические возражения, когда конгрессмены говорят, что нас, конкретно меня, не поставили в известность. А мы предполагаем, что какие-то люди были поставлены в известность Трампом о готовящейся атаке. Но никакого превышения полномочий здесь, конечно, нет. Потому что Сулеймани был действительно чем-то вроде... В прошлом главаря Аль-Каиды, который был при Обаме убит ракетным выстрелом на территории третьего государства в Пакистане, я имею в виду Бен Ладена. И Бен Ладен тоже был достаточно влиятельный человек и очень тесно связанный и родственными узами с руководством Саудовской Аравии и так далее, и так далее. Никаких... Никто не говорил о том, что там были превышены какие-то полномочия. Но у Трампа не было возможности другими способами, скажем так, разобраться с Сулеймани, то есть привлечь его к правосудию каким-то образом, без убийства? Это совершенно непонятный вопрос, потому что существовала определенная логика выхода американцев из Ирака, которая проводилась, собственно говоря, самой администрацией Трампа. Но в этом смысле слова предполагалось, что и дальше будет осуществляться этот выход. А защита посольства, ну это некоторый технический момент безопасности, можно было там усиливать какие-то подразделения или вести какие-то переговоры, воздействовать на иракские власти, добиваться от Ирана гарантий, во всяком случае, не на подъеме на посольство. Но... И так это должно было продолжаться. Но сейчас мы просто не можем сказать после этого удара, А что означает этот поворот с точки зрения дальнейшей стратегии Белого дома? Ну вот говорят, например, что много пишут, как бы очень такие наивные люди, что это связано с избирательной кампанией Трампа. Но, на мой взгляд, это наивно, потому что Трамп не получит от войны никакого бонуса в нынешних условиях. Скорее, поскольку общество уже поляризовано, он получит очень большую неподдержку у себя. Я думаю, что его штаб отдает в этом себе отчет, и не в этом значит дело. То есть дело, на мой взгляд, не в выборах, а в какой-то другой причине. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. У нас на прямой связи политолог Александр Морозов. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня Александр Морозов. Политолог, здравствуйте. Добрый день, Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Ваня. Да, и телефоны прямого эфира, напомню, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите, пишите также в WhatsApp 230-6191. И вот вопросы, которые мы получаем, в том числе по Фейсбуку, спрашивают о том, как вы относитесь к деятельности российского политолога Валерия Соловья, и в частности его заявление о том, что Россия может напасть на ближние страны. Но я напомню, что Валерий Соловей был гостем нашей программы «Абонент доступен». но он сказал о том, что вероятность того, что Россия нападет на страны Балтии, остается достаточно высокой. Разделю на два вопроса. Ну, я думаю, что Валерий Соловей – это такой стендапер, надо относиться к этому с пониманием, потому что у него есть такая литературная позиция, образ автора, он ее разыгрывает. Это такая алармийская позиция, то, что называется. Он в каждом случае предсказывает, что в течение ближайшего полугода произойдет нечто ужасное. Ну, или там рухнет политический режим, или через полгода начнется перестройка в России, или Россия нападет на Беларусь через полгода, или присоединит ее и так далее. Ну, это такая игра своего рода. Я отношусь к этому спокойно, но, как к некоторой авторской позиции, у нас много таких ярких индейцев в России на этой сцене. Но, что касается реальной его оценки, то я не представляю себе, на чем она может быть основана. А что он сказал? Он на чем основывает это предположение нападения прямо на стороны Балтии? Ну, он предполагает, что это может быть выгодно Кремлю в какой-то момент. Нет, это совершенно невозможно себе представить, чтобы Кремлю было выгодно, во-первых, начать военный конфликт со странами НАТО, да и даже не со странами НАТО. Большинство наблюдателей, экспертов, в том числе американских, европейских, даже не большинство, а подавляющее большинство, скажем так, считают в один голос, что вести гибридную войну, да, Кремлю очень выгодно, но вести какую-то военную агрессию невыгодно ни в коем случае, нигде, никогда. Это просто вчерашний день. И по сравнению с выгодами от гибридной войны, от войны, направленной на распад обществ, и влияние, конечно, это совершенно несопоставимо. Поэтому я бы считал, что в Кремле, если кто-то придет и предложит на 20-ти страницах план того, как за полгода разрушить, допустим, латвийское общество, ну, это Кремль может сказать, да, это очень интересный план, а сколько это стоит, допустим, это 5 миллиардов евро, это дорого, а вот за 20 миллионов можете развалить это общество? Ну, если скажут да, то тогда Кремль будет действовать. А если кто-то придет в Кремль и скажет, вот план военной кампании по захвату Латвии, ну, я думаю, что Путин посмеется и скажет, что, ребята, ну, вы, наверное, заболели. Ну, Валерий Силовей говорил в том числе, что это обусловлено и какими-то ностальгическими воспоминаниями о рухнувшей империи, в том числе и у Путина, и его окружении. Именно поэтому конфликт возможен. Такая эпоха реваншизма. Ну, дело в том, что здесь надо все-таки ясно видеть. Да, Путин, конечно, реваншист, безусловно, но он все-таки реваншист такой, как бы сказать, не в какой-то фантасмагорический, а реалистичный. Он хочет, чтобы народы добровольно подчинились, а вовсе не завоевать их силой. Никакой Путин не хочет вовсе, значит, быть таким гестаповцем в комендатуре. Он хочет, чтобы благодарные народы сами принесли ему, так сказать, дары своей свободы к его ногам. С благодарностью. Поэтому он совершенно не собирается захватывать никакую Беларусь военными средствами. Он хочет, чтобы белорусы вздохнули с облегчением и сказали, нам надоел Лукашенко, а вот же Россия как хороша, вот Путин великий, к нему пойдем. Вот чего он хочет. Поэтому если вдруг внутри стран Балтии созреют такие общественные силы, на которые можно положиться и которые начнут в голос говорить, как все-таки было хорошо раньше, вот при старом-то режиме, в Советском-то Союзе, тогда, конечно, Путин будет рад и действовать. Это то, что ему надо. А ставить какие-то военные комендатуры и бороться с партизанским движением, это никакой Путин не хочет и никому это не надо. — Насколько, на Ваш взгляд, сегодня популярна идея возобновления, восстановления Советского Союза? Может быть, не в том виде, в каком он был раньше, но используя социалистические модели, какие-то ностальгические настроения. То есть, насколько это сегодня востребована и популярная модель в российском и постсоветском обществе, как Вы считаете? — На мой взгляд, она вообще не популярна. И вот почему. На постсоветском пространстве есть три типа общества, три типа стран. Это те страны, которые уже ушли из этой зоны, а не члены Евросоюза и члены НАТО. Есть страны, которые остались в состоянии постсоветского транзита с полуавторитарными режимами, но каждый из этих режимов хочет продолжать полностью свой суверенитет, жить своей жизнью, своим обществом, как Азербайджан, как Казахстан и так далее. И есть третий тип стран, это страны, которые, как Белоруссия, Украина и Молдова в какой-то степени, они прошли определенный путь демократического развития, но висят в сложном пространстве. Они никуда не вступили, у них нет гарантии того, что они надежно защищены от этого постсоветского влияния. Они внутри борются, внутри самих себя эти все общества с последствиями советизма, но, тем не менее, они, конечно, и отчасти и зависят от этой радиации, которую Кремль как бы источает. Ну, я думаю, что, тем не менее, ясно, что в целом ни украинское, ни белорусское общество не хотят ни в какой Советский Союз, не говоря уже о странах Балтии, это вообще совершенно нелепо было бы. Что касается стран Азии, то такая же ситуация. Там нет желающих возвращаться, ни как экономические субъекты, они не хотят этого, ни как политические. Но при этом надо сказать, что, конечно, все хотели бы, и вряд ли есть какие-то совсем больные люди, которые этого не хотят, все хотели бы, чтобы на территории Евразии сохранялся мир. Все хотят торговли, а не войны. И никто не хочет новых барьеров, и никто не хочет новых конфликтов. В этом отношении, я бы сказал, политика Кремля, к сожалению, расходится с ожиданиями, ну таких, скажем, экономических и политических элит Евразии. Это было видно хорошо даже на последней встрече Путина с лидерами близких ему в политическом отношении государств. Когда он говорил про празднование 75-летия окончания Второй мировой войны в мае следующего, вот этого года уже, то было видно, что Пашинян и даже Назарбаев, как бы нам показали по телевизору, смотрят с несколько напряженными лицами. Все понимают, конечно, что хорошо бы отметить, как бы, 75-летие братства по оружию в борьбе с нацизмом, но не на тех условиях, которые предлагает Путин. Это слишком агрессивные условия, слишком заточенные на конфликт с окружающим миром и Западом. Вот здесь есть такая проблема. Поэтому я бы так сказал, что в Советский Союз возвращаться никто не хочет. На ваш взгляд, насколько сегодня Россия мощный игрок в регионе? То есть, с одной стороны, мы видим, что Запад вроде как не хочет прямо сотрудничать с Москвой, с другой стороны, он вынужден сотрудничать с Москвой. Вы уже это упоминали, например, в вопросах, связанных с борьбой с терроризмом или с урегулированием конфликтов на Ближнем Востоке. Получилось ли у Запада изолировать Россию, как вы считаете, после 2014 года? Ну, надо все-таки смотреть реалистично. Запад в целом не ставил себе цель ее изолировать. Надо помнить хорошо, что режим санкции – это был символический режим. Запад, Европа, Соединенные Штаты, Евросоюз, международная организация – они хотели просто выразить символический жест такой, что аннексия неприемных. Дальше из этого не следовало политике последовательной и жесткой изоляции. Такой, например, которая предпринималась в отношении Ирана в свое время. То есть, когда действительно закрываются, очень многие коридоры торговли закрываются, очень жесткие условия выставляются, касающиеся и банкинга и всего остального. Ничего этого не было. Европейский и Западный мир показал, зафиксировал для себя, что шаг Кремля в отношении Украины неприемлемен и никогда не будет, никогда в истории он никогда не будет признан. Дальше что здесь на этом пути произошло? Ну, определенные какие-то взаимные меры конфликтные имелись, но если вспомнить 2014-2015 год, каковы реальные ограничения, которые Евросоюз или Запад как бы осуществил в отношении России? Да, в общем, кроме персональных санкций в отношении примерно 300 лиц больше ничего. Откровенно говоря. Северный поток достраивается, Южный поток тоже. Азовское море перешло под, де-факто, под контроль Кремля, независимо от того, что это нарушение морского права и так далее. Крымский мост построен. Делегация вернулась в пассе. Значит, после некоторого конфликта. Я даже затрудняюсь сказать, где здесь ограничения такие существенные. Ну, да, в каком-то очень узком коридоре они были. Ну, то есть, там продукция двойного назначения, и то это касается только Соединенных Штатов. Так что я бы сказал, что здесь нет пока такого радикального шага со стороны Запада и так далее в отношении России. То есть, получается, что Россия и Владимир Путин в этом смысле переиграли Европу, переиграли США, потому что получилось, что они сделали то, что они хотели сделать, и, в общем-то, ничего им за это практически не было. В короткой перспективе такой, в короткой исторической перспективе, да, безусловно, потому что... Но в длинной исторической перспективе здесь, конечно, встает вопрос о том, а как дальше, ну, то есть, как бы на каких основаниях Россия должна существовать дальше тогда вообще вот в этом всем европейском мире и глобальном мире существовать на условиях страны, которая просто совершила одностороннюю агрессию в какой-то момент против соседнего государства и ничего взамен не предложила, не предприняла, России будет тяжело. Это одна сторона. Вторая сторона такая еще более сложная, что если этот конфликт сохранять, то в длинной перспективе экономический режим будет ухудшаться, я имею в виду взаимодействие с миром, это очевидно, это будет оказывать какое-то влияние. Плюс проблема еще и в том, что, пойдя на такой... То есть Кремль обменял, условно говоря, для себя самого Крым, он взял Крым, но вместо этого он сам себе, сам себе сформулировал борьбу на границах. То есть Кремль теперь должен тратить много средств на оборону Арктики, условно говоря, потому что теперь там тоже линия обороны. Он должен теперь по-другому строить свое положение. Раз Черное море наше, условно говоря, там наша военная база, значит мы должны бороться и за Средиземное море. Значит мы должны расширять свое военное присутствие в Сирии и Ливии, и там на Африканском побережье. И так далее, и так далее. Возникает огромная совершенно и такая фантасмагорическая картина. Настолько, что вот Кремль теперь думает, что надо готовиться перерезать оптоволоконные кабеля, которые связывают Америку с европейским побережьем, а для этого нужно до нашей подводной лодки отправить, чтобы они там нащупали эти кабели оптоволоконные. И так далее, и так далее. А нужно готовиться, значит, вот к кибервойне уже на новом уровне, на более масштабном. И все это в дальней перспективе, оно, конечно, Кремль подорвет. Он не сможет на длинной дистанции, как бы сказать, наслаждаться этим конфликтом бесконечно. Президенты Чехии Милоша Зимана нередко называют другом Путина. Насколько это соответствует действительности, и какие сейчас отношения между странами? Это нужно очень аккуратно оценивать. Дело в том, что в таких вещах очень много, ну, как бы сказать, такой газетного перехлестка. Зиман, как и премьер-министр Бабиш, они оба такие прагматики современные. Скажем, не случайно, допустим, президент Зиман с одной стороны поехал в Нижний Тагил, как бы, опять во время своей предвыборной кампании, демонстрировать дружбу с Путиным. Но при этом, как только Россия выступила с осуждением закона, который Чехия сейчас приняла, о юбилей, ну, как бы сказать, о памятном дне вторжения в Чехословакию 68-го года, то Зиман в числе других политических деятелей Чехии немедленно, просто немедленно отреагировал и сказал, что в таком случае он не поедет 9 мая ни в какую Москву, ни на какое празднование, потому что заявление Кремля совершенно оскорбительно в отношении Чехии. Вот, поэтому Зиман сейчас, как вы знаете, наверное, знают наши слушатели, он очень болен, он уже находится в таком достаточно физической плохой форме, его президентство подходит к концу, впереди уже очень скоро, по всей видимости, выборы, и уже не так важна позиция самого сейчас президента Зимана, сколько позиция тех, кто придет ему на смену, так можно сказать. Русскоязычное общество, которое живет в Праге, вот как в Чехии воспринимают то, что происходит в России сегодня, кому-то особенно симпатизирует, разделено ли оно по взглядам, мнениям на происходящее? Ну, мне кажется, что такое у меня впечатление. Знаете, Чехия в этом отношении, она в особом положении, нельзя сравнивать разные общества. То есть, дело в том, что русские, которые живут в Чехии, они привыкли к тому, что Чехии настроены крайне доброжелательно, что Чехия в целом, это действительно одна из ближайших по духу России стран. В смысле какого-то нементалитета, это разные менталитеты, Чехия и русские совершенно не похожи между собой, но у Чехов очень долгая история симпатии к русским, даже через голову вот этих драматических событий 20 века и так далее. Вот, поэтому и соответственно и русские в Чехии, они гораздо менее прокремлевские, я бы так сказал. Ну, какие-то определенного рода стереотипы в отношении русских присутствуют сегодня в обществе? Я бы не сказал. То есть, сложная история. Дело в том, что тут надо понимать, что все же различают русских и русских. Это сложная история, потому что сегодня ведь русские в Европе – это постсоветские. То есть, ты общаешься с человеком, он говорит по-русски, и он русский, но он родился и вырос в Киргизии. Его родители тоже из Киргизии. Его родители привезли из Киргизии 15 лет назад. Еще ребенком. Сейчас ему там, допустим, или подростком. Сейчас ему 30 лет. Эта русскость, она в таком широком смысле слова, как некоторая постсоветская идентичность. Понимаете? В этом отношении смотрят по-разному, и Чехи тоже. Понятно, что одно дело, когда они видят, значит, представители там московских или петербургских образованных кругов. Да, это один тип русских. А, предположим, здесь в Европе довольно много, ведь, ну, скажем, молдаван, да? Но это молдаване, которые… Они молдаване, но они говорят по-русски, естественно. Поскольку русский является лингво-франко, да? Язык общения, на который все переходят в Европе. Это очень сложная картина. Она такая многоуровневая, в этом смысле слова. В целом в Чехии, конечно, прекрасно относятся и к украинцам, надо сказать, и к русским. Сейчас чешское правительство приняло решение расширить рабочие квоты для украинцев. Вот. И их количество пребывает стремительно здесь, в Чехии. И хорошо видно, что нет никаких конфликтов вокруг этого. И, ну, как с ручки. У нас звонок радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Так, сорвался у нас звонок. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Телефон на прямого эфира. Звоните. Также пишите в WhatsApp 230-6191. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вас беспокоит Анатолий Морозов. Большущее вам спасибо. А вопрос такой. Я шесть лет работал в мусульманских странах. Я знаю психологию их. Как вы считаете, ответят они, сделают они какой-то такой значительный ответ? Или все-таки все это дело спустится на тормозах? Большущее вам спасибо. Здоровья и привет Москве. Да, спасибо. Ну, мы уже говорили в начале программы. Мы можем повторить. Оттюзский вопрос. Да, и наш гость. Ну, можно ответить, что, знаете, Ну, конечно, это опасно, потому что Действие очень радикальное предпринято президентом Трампом. Поэтому я бы сказал, что да, Не только Восток, но и вообще Подобного рода, скажем, здесь Может быть не о Востоке, а просто о сетях определенного типа. Да, такие сети всегда стремятся к ответу. И Хизбалла будет стремиться к ответу. Вот много было размышлений на тему, Если Трампу можно убивать своих политических оппонентов На территории третьей страны, То почему это нельзя делать, например, Владимиру Путину? И приводили, кстати, пример с Яндарбиевым, Который был уничтожен в Катаре русской разведкой. Ну, и также пример с Литвиненко и с попыткой отравления Скрипаля. Хотя это немножко другая история, Потому что речь идет все-таки о своих, Ну, можно так сказать. Но, тем не менее, получается, что Трамп В какой-то степени открыл ящик Пандоры, И Владимир Путин может сказать, Ну, вот, посмотрите, если Дональд может, То я могу это делать. Почему вы меня упрекаете? Насколько это справедливо? Да, это в какой-то мере справедливо, Потому что таким шагом Трамп Открывает дверь к некоторой легитимизации Подобных действий не только Путина, А кого угодно, условно говоря. Ну, то есть, конечно, есть существенная разница, Ее легко сформулировать, безусловно. Ясно, что американцы, или там, Не только американцы, но старые демократии Не убивают своих собственных граждан На других территориях. И мы не можем сравнивать убийство, Там, скажем, Скриимани с убийством Скрипалей. Это разные вещи совершенно. Скрипали выжили. Да, Скрипали выжили, да. Или с покушением подобного рода. Но дело же не только в этом, А дело в том, что действительно, Надо сказать, что Путин получает здесь Хорошую шайбу на свою клюшку ему, Трамп набросил. Потому что не только Яндарбиев, Но здесь, с точки зрения риторики, Конечно, Путин может использовать это Даже и применительно ко всем остальным, Кого он там... Ну, надо при этом заметить, конечно, Мы должны понимать, что Владимир Владимирович Путин И до этого, не как и до Трампа, И до этой жуткой атаки, Он и до этого не особенно стеснялся. И всякий раз, когда его спрашивали Относительно тех, кого Кремль убил, Он отвечал, как бы, Если не сильно прижимали в разговоре, То он говорил, что это сделали не мы. А если прижимали сильно, То он говорил, что а так им и надо. Вот и все. Поэтому тоже не следует слишком уж Преувеличивать роль этого шага Трампа для Путина. Но, тем не менее, С точки зрения, конечно, Вот контактов с европейцами, Это плохая вещь. Потому что, понимаете, как будет, В Европе щепетильно к этому относились. На территории Европы Никто никого тут не убивает таким образом. А каждый эпизод, Условно говоря, что такое эпизод, Когда вьетнамцы выкрали Своего человека с территории Берлина И вывезли его там в чемодане в аэропорт. Это колоссальный скандал, Потому что на территории Германии Так нельзя сделать в отношении Такие действия невозможные. Точно так же, как невозможна Спецоперация российских спецслужб На территории Британии, Которые ставят себе целью убийства. Это невозможно. Это ниже всяких допустимых норм Европы, Во всяком случае. Да, на Востоке, возможно, Это происходит ежедневно. Но здесь не так. Так вот, этот шаг Трампа, он плох, Потому что он позволяет теперь Путину В разговоре с европейскими лидерами, Да, говорить, что, ну, знаете, Это не только мы так, Но он там и более серьезные люди Себе такое позволяет. Когда открывали центр Бориса Немцова В Праге, говорили о том, Что мы ориентированы на современную Общественную мысль. Вы так сказали, Ваша цитата. Что сегодня происходит С современной общественной мыслью в России? И вот какой период она переживает, Если так обобщить? О, это очень интересный и сложный вопрос. Потому что... Уже под занавес нашего эфира. Да, у нас две минуты остается. Если очень коротко сказать, То, ну, во-первых, надо сказать, Что российское общество в целом, Оно, как бы сказать, истощено. Это фундаментальный момент. Мы видим хорошо, Что интеллектуальные такие Возможности осмысления происходящего, Все-таки очень длинный режим, Он истощил В этом смысле слова общество. Общество расслоилось На такой очень казенный лоялизм, С одной стороны, Которого очень много. И с другой стороны, На очень радикальные оценки. Знаете, так всегда не только у Путина. Во всех длинных персоналистских режимах, Которые долго стоят, Неизбежно происходит вот такая поляризация. Одни закрывают глаза, уши, И, значит, говорят, Что, ну, ладно, Мы не будем ни во что это вмешиваться, Все в целом хорошо, Дела кое-как идут, и слава богу. Вот. А другие, наоборот, Чрезвычайно болезненно воспринимают каждый эпизод. И вот сейчас такое состояние Российского общества, Это несомненно так. А, конечно, хотелось бы того, Чтобы общество развивалось Просто как всякое Самостоятельное общество, Где нет цензуры, Нет опасности Пострадать за какие-то Слишком радикальные Культурные высказывания Или культурные жесты. Это, конечно, большая проблема. Ну, я думаю, что... Но при этом, конечно, Надо сказать, Что в силу того, Что Россия большая страна И народ большой, То тем не менее... И тем более сейчас еще рассеянный, Но при этом те, кто в России Не поддерживают прямые контакты И являются участниками Российской культурной жизни. Из-за этого у нас есть И какие-то очень яркие, Хорошие примеры. Вот Александр Эткин С его книжками. Вот целое... У нас есть прияда экономистов Довольно глубоких, Таких, как, например, Сергей Гуриев, допустим, Или Сергей Алексашенко. И не только они, Но и в самой России Такие есть люди, Мы их читаем в тех, С реалистичными оценками. И в культурном пространстве Тоже есть люди, Которые совершенно настроены На такую политику Культурного разнообразия. Которые сопротивляются Вот этому довольно унылой политике Мединского, Его этого... Так как его поточнее бы назвать, Такого казенно-патриотического Культурного крыла. Так что... Время как раз у нас... Вот, я бы сказал так. Ну, в то же время у нас, К сожалению, подошло к концу. Александр Морозов был с нами На прямой связи из Чехии. Спасибо вам, всего доброго. И до свидания. До свидания. До свидания.